Всем привет! Я тут уже знаю цену нового смартфончика от Cubot под названием Max 3. Его китайцы будут продавать в ограниченные дни за 99 долларов. За такую цену я бы приобрел. А за что же китайцы хотят 100 долларов, сейчас будем разбираться. Max 3 это смартфон среднего уровня под управлением операционной системы Android 11. Новинка выполнена на аппаратной платформе Mediatek и поступила в продажу уже сегодня. Смартфон получил большой IPS-дисплей с диагональю 6,95 дюйма при соотношении сторон 20,5 к 9. Заявляется, что это первый 7-дюймовый смартфон в 2021 году. И в нем применена панель формата HD+, с разрешением 720 на 1640 точек. Произведитель настаивает на том, что таких смартфонов на рынке практически нет, что он обеспечивает максимальный комфорт при просмотре видео и вполне может называться мини-планшетом. В верхнем левом углу экрана предусмотрено небольшое отверстие для фронтальной камеры на основе 16-мегапиксельного датчика для селфи и разблокировки по лицу. Что касается технических характеристик, Cubot Max 3 оснащен тройной камерой с главным датчиком изображения, разрешением 48 Мп, 5-мегапиксельным макромодулем и дополнительным 0,3-мегапиксельным сенсором, а также фронтальной камерой, про которую я уже сказал ранее. В аппарат установлен процессор Helio P22. Чип использует 8 ядер ARM Cortex-A53 с тактовой частотой до 1,8 ГГц и графическим ускорителем AMG PowerVR GE8320. Возможна работа в сотовых сетях 4G и LTE. По своему опыту насчет мощности смартфона скажу так. Для легких игр смарт подойдет, но нагружать его какими-то ресурсными играми и программами не стоит. Не то железо, чтобы использовать его в тяжелых задачах. Для повседневного использования вам мощнее и не нужно, будьте уверены. У моих родителей смартфоны от Cubot с подобными характеристиками и они довольны. Мощности хватает для всего. В оснащение входят также 4 ГБ оперативной памяти, флеш-накопитель вместительностью 64 ГБ с возможностью расширения до 256 ГБ, адаптеры беспроводной связи, Wi-Fi диапазонов 2,4 и 5 ГГц и Bluetooth 5.0, а также порт USB Type-C. Про быструю зарядку ничего не нашел, думаю, ее тут нет. Смартфон Cubot Max 3 получает питание от аккумуляторной батареи емкостью в 5000 мАч. Это немало, но если брать в расчет большой дисплей и энергоэффективные ядра процессора, то при обычном использовании смартфона батареи вам должно хватить примерно на день. Но если смотреть ролики, фильмы и частенько играть на нем, то Powerbank обязателен. За идентификацию пользователя отвечает боковой сканер отпечатка пальцев, что, кстати, замечу удобно. Габариты этого смартфончика составляют 173 на 77 и 9,35 мм толщина. Новинка оценена в 200 долларов, но на старте продаж с 23 по 27 августа ее можно будет приобрести всего лишь за 100. Будут доступны два варианта цветового исполнения черный и серо-зеленый. Так что если вам нужен бюджетный смартфончик за недорого, то присмотритесь, за 100 баксов оно того, я думаю, стоит. Ссылки на Cubot Max 3 есть в описании. Ознакомливайтесь поближе. Если после заказа посылку задержат на пару дней или даже на неделю, то не беспокойтесь. Так бывает часто с выходом новых устройств у многих брендов. Так что имейте в виду. А пока хорошего вам дня и увидимся. Пока-пока.